МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суммарное повышение платы за коммунальные услуги с июля составит 6,3%. Летние сюрпризы. Насколько похудеют кошельки налогоплательщиков? Нельзя весь Санкт-Петербург вот так вот говорить. Это всемирное наследие. Почему центр Петербурга может остаться в истории? О чём город договорился с ЮНЕСКО? У нас плохо с дисциплиной, с трудолюбием, с отношением к делу. Городские депутаты отправились на летние каникулы. Петербургская неделя отобрала самые яркие высказывания народных избранников пятого созыва. Пахать как ложить и душить коррупцию на местах. Начальник петербургской полиции Сергей Умнов. В эксклюзивном интервью Петербургской недели. Начнём с кадра недели. Свиной бум разразился в Петербурге. Не путаться с свиным гриппом. Активистов движения Хрюши против избивают сотрудники универсама Народный. Ревизоры из народа в поросячьих одеждах хотели проверить качество товара. Доблестная охрана универсама увидела в этом злой умысел. Начала избивать ряженых борцов за справедливость. Несмотря на то, что среди них были девушки. Значит, есть что скрывать. Как стало известно, например, нелегально работающих там граждан. В ситуации до сих пор разбирается милиция и прокуратура. Это программа Петербургской недели. В студии Александр Калинин. Здравствуйте. В календарях многих россиян 1 июля выделено особо. Именно с этого дня страну ожидают множество нововведений. Среди них повышение штрафов ГИБДД, рост тарифов ЖКХ и многое другое. На что придется раскошелиться этим летом, узнавал Дмитрий Блинников. Традиционный новогодний сюрприз ждет россиян в жаркие летние дни. С 1 июля в стране произойдет плановое повышение тарифов ЖКХ. За газ придется платить больше на 15%, за электроэнергию на 6%. Примерно настолько же подорожают тепло и водоснабжение. Повышение пройдет в два этапа. Еще один раунд предстоит 1 сентября. Власти успокаивают, что рост тарифов за год будет в пределах инфляции. Газ растет на 15% как для населения, так и для промышленных потребителей. В свою очередь, увеличение стоимости газа приводит к увеличению стоимости вырабатываемой тепловой и электрической энергии. Это в части этих видов ресурсов, а в части услуг водоснабжения и водоотведения. В Санкт-Петербурге существует так называемое перекрестное субсидирование, когда тарифы для населения частично компенсируются. Черный день для автомобилистов наступит также 1 июля. Увеличение штрафов сильнее будет бить по карману в Москве и Петербурге. С 1 июля увеличиваются штрафы за остановку на пешеходном переходе, около него и на тротуаре. Мы сейчас находимся на таком уникальном месте, где в один ряд выстроилось несколько десятков автомобилей. И если бы этот закон был введен чуть ранее, то в казну города попало бы 1, 2, 3, 4, 5, несколько десятков тысяч рублей. Кстати, с 1 июля горожанам придется платить за неправильно припаркованный автомобиль. Соответствующее постановление ЗАГС принял 20 июня. И вот теперь, если ты неправильно припарковался в кармане, то должен будешь выложить из своего кармана около 4 тысяч рублей. Если сегодня выезд на выделенную полосу карается штрафом 300 рублей, то уже со следующего месяца он вырастет до 3 тысяч. Остановка или стоянка на трамвайных путях – 3 тысяч рублей. Штраф за несоблюдение знаков и разметки, запрещающих остановку или стоянку – 3 тысяч рублей. Создание препятствия для других машин или остановка в тоннеле – тоже 3 тысячи. При этом в каждом случае автомобиль будет задержан и перемещен на специализированную стоянку. Но самый неприятный сюрприз ждет любителей выпить, как заявило ведомство Росалкогольрегулирование в мае этого года. Самая дешевая бутылка в водке будет стоить 125 рублей, а самый дешевый коньяк – 219. Изменений с 1 июля ждет и образование. Нормативное финансирование будет вызывать ненормативную лексику. Теперь минимальная стоимость обучения студента в ВУЗе составит около 60 тысяч рублей в год. Исходя из этого и будут выделяться государственные деньги. Хотя, конечно, многое зависит от категории ВУЗа и прочих факторов. Но для студентов это означает одно – повышение цен за учебу. Ну а про повышение цен на проезд в общественном транспорте и говорить не стоит. Экономическая необходимость, в один голос говорят перевозчики, но легче становится только кошелек. Тарифы не прозрачны для населения и для предприятий тоже. Поэтому, ожидая, что если тарифы повысятся, мы должны также ожидать, что и повысится качество услуг. Этого, к сожалению, не происходит. Ну а насмешкой над жителями страны каждый квартал становится очередное повышение прожиточного минимума. Правительство, как бы это смешно ни звучало, увеличило минимум на несколько процентов. Теперь на душу населения он составляет 6307 рублей. Для трудоспособного населения – 6827 рублей. Для пенсионеров – 4963 рубля. А для детей – 6070 рублей. Дмитрий Блиников, Евгений Богатов, Петербургская неделя. А вот глава Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Иван Грачев предлагает вести мораторий на запланированное с 1 июля повышение тарифов на услуги ЖКХ и естественных монополий. И нельзя с ним не согласиться. В его словах есть рациональное зерно. Цитата. Ну а мы будем следить, как изменится качество обслуживания и изменится ли оно вообще после смены тарифов. Тревожная новость. Количество наркоманов в Петербурге составляет 300 тысяч человек. Это официальная информация службы наркоконтроля. А по неофициальной информации, ставшей известной на неделе, ежедневный оборот наркотиков в Санкт-Петербурге составляет не менее 1 миллиарда рублей в день. Прошедший год для наркополицейских Петербурга и Ленобласти отмечен сразу несколькими громкими событиями. Закрыты две крупнейших в мире лаборатории по производству амфетамина и метадона. Причем масштабы последней поражали. Наркотик распространялся килограммами не только по территории Северо-Запада, но и за ее пределами. Кстати, если раньше дилеров ловили с партиями героина и гашиша, то бич нынешнего поколения — это курительные смеси. Две крупнейшие сети по распространению таких наркотических веществ были выявлены в нашем городе в этом году. Распространение отравы удалось остановить. Одна из этих сетей, у них только официально зарегистрированных покупателей, было более 5000 человек по всей России. То есть это одна из крупнейших тоже сетей. И просуществовала она меньше года. Вот вообще мы считаем, что это очень неплохой результат в работе. Другая более глобальная проблема — это наркотики в ночных заведениях города. На недавнем совещании директоров таких заведений начальник управления высказал свою жесткую позицию касаемо этой проблемы. Если хотите, это ваш крест. И несите тогда уж, если вы его взвалили на себя, то вы должны отчетливо и однозначно понимать, что это, с одной стороны, не ваша вина, а, может быть, ваша беда. Но, тем не менее, вы с этой бедой должны бороться в первую очередь и даже больше, чем, допустим, правоохранители. А одной из опасных тенденций в петербургских школах стал гашиш. В этом направлении, по мнению главы ведомства, случаи отдельные, но больше всего настораживает отсутствие взаимопонимания с родителями подростков и несовершенство законодательства. Наркозависимость, на самом деле, это такая беда, это такая проблема, это такой ужас, если хотите, с которым, ну, я не знаю, что еще в этой жизни, которая тоже достаточно непроста, сложна и полна всяческих проблем, что с этим может сравниться. На данный момент мелкие дилеры оседают в подполье. По информации наркополицейских, они все чаще стали уходить в интернет, где, переведя определенную сумму на счет, в ответ приходит СМС с местом продажи. Места, конечно, каждый год меняются, но с этим и многими другими проблемами продолжает бороться в ведомстве. Эту визитку нам дали около станции метро. В ней предлагают бесплатную доставку легальных курительных смесей по Санкт-Петербургу, а также указом номер телефона и адрес сети интернет. Ну что ж, зайдем на сайт. На сайте предлагают на выбор несколько видов расслабляющих средств. Так называемый ароматический ладан и, внимание, кратковременные каннабиноиды. Все в открытом доступе и абсолютно легально, но, к сожалению, современное законодательство с их обязательными проверками и анализами не может своевременно реагировать и прикрывать такие виртуальные точки. В преддверии конференции об итогах работы органов внутренних дел за полугодие мы побеседовали с главным полицейским по Санкт-Петербургу Ленинградской области о борьбе с коррупцией в органах, об изменениях, которые коснулись и коснутся сотрудников петербургской полиции, а также о формировании нового образа блюстителя порядка. В эксклюзивном интервью нам рассказал начальник главного управления МВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской области Сергей Умнов. Не кажется ли вам, что милиция, теперь полиция, является некой все-таки консервативной организацией? Согласны ли вы с этим утверждением? Только отчасти. Мы не можем интерпретировать часть своих приказов, те законы, которые есть. Они четко прописаны. Это, если брать уголовно-процессуальный кодекс, ну куда вы от него отвернете? Нет, конечно. С другой стороны, мы всегда развиваемся. Будут изменения и в самое ближайшее время. Но я не хочу сказать, что это будут изменения кардинальные, отставки, увольнения или еще что-то. Вы, кстати, затронули очень важную тему по кадрам. Устраивают ли вас, кстати, ваши кадры, собственно, и хотели бы вы их изменить? Как вы их изменить? Раньше зачастую было таким образом, что людей не хватало, некомплект огромный. Я говорю о милиции еще. Сейчас этого некомплекта уже гораздо меньше, 3,6 процента. Это небольшой рабочий. А вот когда 15-20 процентов, постовые органы внутренних дел, постовую службу милиции брали, в общем-то, по категории не самые высшие. Мы знали, что они есть определенные проблемы. Но, тем не менее, средний уровень. Отсев большой? Сейчас отсев большой идет. Да. Сейчас отсев большой. И у нас есть сейчас возможность просто уже выбирать. Все-таки немножко увеличилось денежное содержание. И оно уже на уровне среднегородского. Что, по-вашему, необходимо сделать, чтобы люди, как в советское время, в милиционере, теперь в полицейском, все-таки видели помощника, а не обходили его стороной? Понятно, что за короткое время что-либо в полном объеме, на 100 процентов, сделать из, как говорят, из плохой милиции хорошую полицию, это невозможно. Наверное, еще сотрудники, мы все не привыкли сразу выдавать информацию в тот же момент, после совершения того или иного проступка. И как раз вот такую задачу и министерство, и я и ставлю перед своими. Не нужно ничего скрывать. Чем быстрее мы все это дадим, тем, наверное, лучше будет и для нас. И оценка совершенно другая будет. Я думаю, что здесь нужно просто сближаться с населением. Нужно показывать о том, чем мы занимаемся. Вспомним, 2000-е годы, 90-е годы, вот что творилось на улицах. Расстрелы, убийства по найму, захваты заложников, похищения людей. Ведь все это ушло в прошлое. И оно не просто так ушло в прошлое. Не от того, что просто время прошло, и все это ушло. Это просто огромный труд сотрудников полиции. Я начинал свою службу после Куйбышевского района в подразделениях по борьбе с организованной преступностью. И вот как раз знаю все нюансы, как все происходило, и что было тогда, и что есть сейчас. Может, в этом все-таки виноваты средства массовой информации в негативном облике, я имею в виду, полицейского? Или их винить нельзя? Нет, я не виню средства массовой информации. Я всегда говорю о том, чтобы средства массовой информации объективно подавали информацию. Я очень активно общаюсь с населением, в том числе и посредством интернета. Мне пишут сообщения, и я, по крайней мере, думаю, что часть чаяний населения я знаю. Одна вот из таких тем, это сейчас именно кражи и угоны автотранспорта. Вчера, опять же, силами управления уголовного розыска, мы задержали участкового инспектора, который входил в группы, которые угоняли автотранспорт. То, что такие люди дискредитируют, это, наверное, мягко сказано, потому что это удар ниже пояса. И мы очень болезненно воспринимаем все это. Я освободил недавно ряд руководителей, я достаточно жестко реагирую на право нарушения и увольняю, много увольняю сотрудников. Ну, это, наверное, так и должно быть. Вы заняли такую высокую должность сейчас в Петербурге. Как сложились ваши отношения с руководством, в том же министерстве и с своими подчиненными? Отношения у меня ровные, всегда были, во все времена, независимо от сменяемости руководящего состава. На этот счет я говорю так, о том, что рабочие лошади, они должны быть всегда. Я всегда считал и себя такой же лошадью. Сергей Павлович, что бы вы, как житель Петербурга, изменили в нашем городе? То, говорите так, с позиции гражданина и с позиции полицейского. Всегда хочется многого. Чтобы город был красивым, чтобы он лучше и лучше был. Мне хотелось, чтобы здесь более активно развивался туризм в городе. Потому что мы мало используем свои возможности, а у города Санкт-Петербурга таких возможностей масса. С точки зрения полицейской, я бы хотел, чтобы все-таки не сразу, но полиция именно Петербурга была лучшей в Российской Федерации. И, конечно, мы со своими сотрудниками, со своими заместителями будем прилагать максимум усилий, чтобы постепенно, постепенно нас общество воспринимало все лучше, лучше и лучше. Это программа «Петербургская неделя». Мы продолжаем работу в эфире телеканала «Рентовая Петербург». Не успел закончиться экономический форум, как Таврический дворец принял не менее важных персон. Впервые в Петербурге начал работать комитет всемирного наследия под эгидой ЮНЕСКО. Этот съезд проходит каждый год в разных городах. Делегаты со всего мира обсуждают в рамках сессии проблемы исторических памятников. Но с северную столицу, конечно, больше всего интересует петербургская повестка форума, в частности, судьба исторического центра города. О чем же успели договориться в Таврическом дворце, выясняли мои коллеги Виктория Журик и Сергей Семенов. От 36-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО многие ждали обсуждения проблемы, связанной с сохранением центра Петербурга. Но журналистов разочаровали уже во второй день работы съезда. Петербургский вопрос рассмотрят лишь в 2013 году. Тем не менее, на торжественном открытии вечером воскресенья побывали и губернатор Георгий Полтавченко, и министр культуры России Владимир Мединский. В своей речи губернатор еще раз подтвердил серьезность планов Смольного по сохранению и реконструкции центра Петербурга. Несмотря на то, что триллион рублей, необходимый для реализации проекта, до сих пор не найден, проблема назрела, и решать ее надо в ближайшие годы. За красивыми фасадами исторического центра Санкт-Петербурга зачастую кроются застарелые проблемы. 8 тысяч квартир лишены ванных комнат. Проекта с конкретными адресами и планами еще в глаза. Никто не видел, а градозащитники и общественность уже в панике. Любители Петербурга Пушкина, Достоевского и Гоголя боятся, что город за ближайшие пять лет, на который и рассчитана программа, превратится в отполированную пустышку. Участники сессии ЮНЕСКО по этой теме высказываются пока сдержанно. Но ничего плохого в желании петербургских властей модернизировать городскую среду не видят. Нельзя весь Санкт-Петербург вот так вот говорить. Это всемирное наследие. Может быть, речь идет о снесении какого-то просто старого дома, который уже не заслуживает того, чтобы он там был и возведение, что-то подобного, но не меняя ландшафт города и так далее. Уже известно в планах у Смольного рассмотреть и принять программу стоимостью в триллион рублей этой осенью. Такая спешка пугает городских депутатов. Они настаивают, обсуждать такой важный для всего города проект исключительно в кулуарах правительства неправильно. Необходимо провести общественные слушания и позволить народным избранникам тоже поучаствовать в разработке проекта. Что касается руководства ЮНЕСКО, свои оценки планов городского правительства они обещают дать позже, когда увидят готовый проект. Не только здесь, в Таврическом дворце, проходили сессии. Почетные гости Петербурга смогли своими глазами осмотреть лучшие достопримечательности города. О выездных заседаниях ЮНЕСКО расскажет мой коллега Сергей Семенов. Некоторые заседания решено проводить прямо на открытом воздухе некие выездные сессии. Первым днём был Петергов. Именно в 19 часов для простых посетителей вход был уже закрыт. Именно с этого времени многочисленные делегации спускались в Нижний парк и оставались здесь до 23 часов. После их ожидает Пулковские высоты, Петропавловская крепость, Царское село. Когда в 7 вечера туристов зачистили территорию Нижнего парка, фонтаны срочно отключили. Для делегатов 36-го по счёту заседания ЮНЕСКО готовили сюрприз. Пока последние добирались из Таврического дворца, губернатор города и генеральный директор ЮНЕСКО в тишине и покое ещё раз признались, что время всегда будет властно над объектами культурного наследия. Самое главное правильно сохранять и оберегать. Я хотел бы ещё раз поприветствовать вас в нашем прекрасном, в нашем любимом нами городе. Уверен, что после посещения Санкт-Петербурга и вы его будете любить так же, как мы. А вот взаимной любви между Петергофом и его водоподводящими каналами пока не наблюдается. Водоводы, которые питают фонтаны не только Нижнего парка, но и водную систему президентской усадьбы Константиновский дворец, бесхозный вот уже несколько лет. Росимущество никак не может решить, кому отдать их на откуп. То ли города, то ли области. Однако чиновники от города заверяют, своих не бросаем. Я считаю, что просто нет такой структуры, которая способна качественно его обслуживать. Ну, наверное, кроме тех структур природоохранных, которые, например, у Комитета по природопользованию есть. Потому что это система прудов и вместе с тема система инженерных коммуникаций. Маленькими сложностями Большого музея и настроения делегатам ЮНЕСКО, которые представляли 100 стран мира, старались не омрачать. Сегодня о Петербурге только хорошее. Для полутысячи делегатов до полуночи открылись двери основных музеев Петергофа. И как бонус фотография с Петром и Екатериной. В отличие от обычных дней, когда за прикосновение к бутафорским одеждам императоры просят 200 рублей за снимок, иностранцам сегодня позволили прикоснуться к русской истории совершенно бесплатно. «Сохранить исторический центр Петербурга, но так, чтобы в нем было удобно жить не только горожанам, но и работать бизнесменам». Таким рефреном звучали слова на протяжении всей сессии Комитета мирового наследия. Впрочем, ЮНЕСКО обещало помочь Петербургу. Но пока только добрым советом. Вообще повестка 36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО получилась достаточно обширной. Делегаты успели не только обсудить кандидатов на получение охранного статуса, но и забить тревогу. Ведь некоторые памятники рискуют исчезнуть с лица земли. Таких объектов делегаты съезда насчитали более 40, пока в скорбном списке нет центра Петербурга. Напомним, в 1990 году он весь попал под охрану ЮНЕСКО. Все эти годы такой статус хоть как-то сдерживал непомерные аппетиты инвесторов. В этом году границы охранной зоны уже вряд ли пересмотрят. Но следующая сессия ЮНЕСКО вполне может развязать современным архитекторам руки. Виктория Желик, Сергей Семенов, Дмитрий Серпуховитин и Григорий Павлов. Петербургская неделя. В эту среду в Петербурге завершился парламентский сезон. Городские депутаты ушли на летние каникулы. Пятый созыв народных избранников за полгода работы успел прославиться на весь мир, приняв скандально известный закон о запрете пропаганды гомосексуализма. О чем парламентарии запомнились журналистам и горожанам? Петербургская неделя отобрала для вас самые интересные моменты. О ярких обитателях Мариинского дворца, их громких высказываниях и порой неожиданных предложениях. Расскажем далее. Пятый созыв, пять фракций и 50 депутатов. Такая вот магия чисел сложилась в Мариинском дворце после декабрьских выборов. Новоиспеченными депутатами стали известная актриса Анастасия Мельникова и бывший вице-губернатор Людмила Косткина. Свои кресла сохранили лыжница Любовь Егорова, игра за всех гомосексуалистов Виталий Милонов. Переехал работать в Петербург даже Григорий Явлинский. Спикером в городской думе выбрали полковника запаса Вячеслава Макарова. У нас с демократией все нормально. У нас плохо с дисциплиной, с трудолюбием, с отношением к делу. Полковник сказал, полковник сделал. Вячеслав Макаров быстро приучил коллег начинать заседание без опозданий ровно в 10 утра. Вел для депутатов форму строгий деловой дресс-код и заставил народных избранников не только читать регламент, но и даже его придерживаться. Хотя противники депутатского устава иногда спокойствие в зале нарушали. Отключите микрофон. Отключите микрофон. Вы, пожалуйста, следите за своей речью. Буду так. Буду и буду находиться в этой работе до тех пор, пока меня не сберут. В остальном работа пятого созыва скорее была рутинной. Законы принимали быстро. Иногда даже слишком быстро. Поправки номер 7, 46, 52, 56, 66, 72, 81, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117. Дисциплины стало больше, а вот ярких спикеров, напротив, поубавилось. После того, как депутатскую сцену покинула звезда всех заседаний Елена Бавич, она в пятый созыв не прошла, порой становилось даже немного грустно. Символ геев, мировой символ геев. А у нас по всему городу радуга. Детский садик радуга, аптека радуга, на автобусах радуга и в газетах тоже радуга, гей-парад радуемся. Везде радуги. Да мы скоро дорадуемся так, что вымрем. В отсутствие примы роль первой скрипки взял на себя Виталий Милонов, автор самого скандального и обсуждаемого закона года о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, в выражениях не стеснялся. Понятно, что когда замаячила сахарная косточка власти в городе, демонстрировать факты сексуальных сцен между мужчинами и иные развратные действия. В городе, носящем имя Святого Петра, нет места для подобного рода танцев голых ведьм у Чёртова озера. Голых ведьм у Чёртова озера Виталий Милонов так и не увидел, зато в Большом зале Мариинского дворца появились представители ЛГБТ-сообщества. Выборы нового уполномоченного по правам человека по праву получают приз самого яркого депутатского шоу. Вопросы и реплики в тот день были на грани фола. Я понимаю, что у кого-то могут быть проблемы с моей сексуальной ориентацией, но хочу обратить ваше внимание на то, что это ваши проблемы. Если у вас есть ко мне личные предложения или вопросы, вы сможете обратиться после заседания. Спасибо. Спасибо. Предложение у народных избранников появилось одно. Отправиться до сентября в отпуск, правда, отдохнуть удастся не всем. Депутат от «Единой России» Александра Салаева, спикер Вячеслав Макаров, за прогулы наказал. Он отпуска будет лишен. Только вот чем будет заниматься Александр Рафикович, который уже успел забыть дорогу в Мариинский дворец там все лето, пока коллеги будут отдыхать, осталось загадкой. Виктория Жюрик, Евгений Богатов и Кирилл Краснов. Петербуржская неделя. Мы обещаем следить за развитием событий. Помните, что вы всегда можете оставить нам свои вопросы и предложения на нашей почте. Пиен Собака Рентова СПБРУ, а также на страничке ВКонтакте. На этом у нас все. Такой была Петербуржская неделя. А сегодня, 2 июля, в течение дня обещают пасмурную погоду с комнатной температурой в 25 градусов. Местами возможен дождь. Но мы все равно желаем вам доброго утра и хорошего начала новой Петербуржской недели. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!